Мы сегодня едем, наконец-то, по трем курортам Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром. У нас в ущелье Ак-Цум. Здесь снимался один из фрагментов фильма «Кавказская линница». Мы приехали на Нарзанный источник Чвежепсе. Вот тут так опасненько. Сделаем пару фоток с вами. И чудеснейшим образом мы снова телепортировались на курорт Роза Хутор. Вот эти часы. Точная копия сочинского железнодорожного вокзала. Экскурсия довольно познавательная. Экскурсовод очень хороший, грамотный. В общем, мы с Палычем так увлеклись, рассказывая вам о Розе Хутор, Розе Долина и тому подобным, что, короче, надо через 15 минут быть в автобусе, а идти-то капец, как далеко. И все, мы на курорте «Красная поляна». Сейчас желающие... Да, раздают билетики, но мы их не взяли. Да, мы пошли. Пройдите за мной. Вы 16.05. Да, да, мы просто будем здесь. Мы сейчас просто посмотрим... Реги все идут, кроме нас. Да, мы просто гуляем, чтобы иметь представление, что такое курорт. Именно не поселок, а курорт «Красная поляна». Обратите внимание, налево туалетная комната. Пройдем сейчас, посмотрим, как выглядит сама канатная дорога снизу. Вот, и где это находится. Ну, в принципе, здесь по указателям все понятно. Сегодня прекрасная погода. Вот, пожалуйста, канатная дорога, информационный центр. Вход на канатную дорогу. Но нам туда не надо, поэтому мы пойдем гулять с вами. Пойдем, пойдем со всеми на это. А все, вот вход. Да, посмотрим. Вот, если вы едете не с экскурсией, а самостоятельно, вы также можете приобрести билет в кассе. Стоимость в зависимости от выбранной вами высоты, количество дней, единый скрипал. Прогулочные билеты. Надеюсь, вам будет. И расписание, график работы канатных дорог именно вот с 15 марта по 15 апреля. То есть расписание меняется. Узнавайте на сайте. Ну, название сайта просто гуглите «Красная поляна» и все. И выведет вас. И узнаете всю информацию. Но с экскурсией, я думаю, выгоднее покупать будет билет. Организованно. Не надо стоять в кассах. Это сейчас народу нет. А летом-то здесь. Летом, я думаю, завал. Короче, не знаю. Советовать не будем. Просто покажем вам. Столовая. Пойдем. Столовая. Имейте в виду, курорт этот очень большой. Он прямо по сравнению с курортом «Роза Хутор» он в несколько раз больше. Тут очень много отелей. Отели все очень дорогие. Поэтому люди в основном приезжают, селятся в поселки «Красная поляна», а кататься едут сюда на курорт «Красная поляна». Вот в этом вся разница. Здесь же имеется прокат горнолыжного оборудования, ремонт и все, что с этим связано. Вот она, самоканатная дорога. Ремонт аксессуаров. В казино больше заходить не будем, но оно здесь тоже имеется, так же, как отель «Мариот». Решили с Палычем не переходить через дорогу, а погулять здесь. Как раз там у нас сейчас по направлению и будет и отель «Мариот», и казино. И если вы планируете приехать на курорт, допустим, «Красная поляна», просто погулять, то не стоит этого делать. Почему? Ну, потому что где здесь гулять-то? Здесь просто отели, рестораны, кафе. В общем, мы для чего поехали? Чтобы вы имели... Показать вам. ...представление, что такое горные курорты. Находятся они друг от друга на расстоянии, ну, буквально там, может, двух километров. Это немного. Но по расположению не очень удобно. Если пешком, допустим, планируете приехать на один курорт и обойти все три, некомфортно, скажу я вам. Показать, что он на другой стороне. Это хорошо, что погода такая хорошая. А на самом деле, когда погода плохая, гулять здесь, сами понимаете, только посидеть в кафе где-нибудь и ехать ради этого, платить деньги. Такси сюда стоит, кстати, порядка 1400 рублей. Это довольно-таки хорошая цена. До Сочи дешевле на такси доехать. Поэтому моя личная рекомендация. Я, конечно, потом подытожу еще в конце, когда объедем все три курорта. Когда мы Газпром поедем. Да. Поехать целенаправленно на один из курортов, подняться на подъемники, посмотреть, пофотаться. Ну и все. А гулять? А что здесь гулять? Отели, рестораны, кафе. Ничего такого примечательного. Вот даже декотлон есть. Ну а Красная Поляна – это просто огромный такой, ну прям очень большой курорт. Прям протяженностью, я даже не знаю, но несколько километров точно. Куча домов. Да, куча домов, отелей. Вот там вот, видите, мини-маркеты различные, хинкальные. Сюда перейдем. Здесь не перейдешь. Здесь, кстати, очень проблематично перейти дорогу. Не везде есть пешеходные переходы. На стоянке. В общем, у нас тут были небольшие неполадки с камерой. И не помню, с какого момента. Вин Дизельская. А, все-таки кто-то взял ее в прохождение. Вин Дизель приехал. В общем, не знаю, с какого момента она перестала писать. Но сейчас вроде как наладили. Так и не поняли, что это было. Я что хочу сказать-то по итогу? По итогу не знаешь, в чем проблема. Нажимай на все кнопки подряд. По итогу на Красной Поляне, на самой без подъемников делать нечего. Вам будет здесь скучно, если вы не играете в казино, не ходите по дорогим хинкальным, барам, ресторанам, отелям. Не селитесь в дорогих отелях. Летом-то можно прогуляться. Так, ну а что здесь гулять-то, вон, смотрите. Ну, каждому на своем. Еще здесь очень проблематично перейти дорогу, потому что что-то один пешеходник на протяжении километра нам только встретился. Люди перебегают прямо через ограждение. Рядом стоит скорая. Вот я хотела снять, и камера, к сожалению, не запечатлила ничего. Сейчас попытаемся перейти на ту сторону все-таки. И подойти подлижен. Легальным путем. Легальным путем, да. Вот единственный пешеходный переход, который нам встретил. Вот, пожалуйста, карта курорта. Увидите, насколько он огромный. Не то, что за один день. Наверное, за неделю нельзя тут, наверное, все обойти, объехать. Сейчас посмотрим примерные цены в столовой. Вот, пожалуйста, столовая, которая находится прямо напротив входа на подъемник. По отжаске 30-20 рублей. Ну, кстати, цены нормальные в столовой. Да, кстати, пойдем за ним. Народу довольно много. Очень много, я бы сказала. Столовая большая, народу много. И недорогая. Зашли мы, посмотрели цены. Снимать уже не стала. Ну, что могу сказать. Выпечка. Вот то, что написано, наверное, я не знаю, цены существуют такие или нет. Супы стартуют от 150 рублей. А гречка на гарнир от 110. Ну, а мясное вообще. Салаты тоже от 160. Нормальные такие цены в два раза выше, чем в Адлере. Поэтому имейте в виду, в столовой обойдется как минимум в два раза дороже. А сейчас... На полторушку поесть можно. Ну, наверное, на человека. Сейчас зайдем все-таки. Палыч хочет зайти, показать, как там, что внутри. Поснимать, поснимать, куда поднимаются люди. Да, вот он, подъемник. На высоту 950. А мы можем туда подойти. Пойдем поближе поднимаем. Ну, да. Здесь же находятся камеры хранения, инфоцентр. И все. И все, в принципе. Ну, и вот она, сама канатная дорога. Проходите через инфоцентр. И катитесь на таком фуникулере. Здесь же детская площадка есть. Детей можно здесь оставить, самим уехать. Пока. Пока родители катаются. Да, вот. Ну, всегда же есть магазин продукты, в котором стопудово что-нибудь недорого можно купить. Прямо на прохив, через дорогу. Пойдемте посмотрим. С Надюхой изрядно прогололается. Она орет, орет. Думаю, надо срочно покупать что-то. Вот, два муравейника вышли на 145 рублей. 15 копеек. Ну, довольно большие, кстати. По 70 рублей за пироженку. С детьми будем есть. Думаю, нам будет вкусно. Нам приятного аппетита. Вы пока не забудьте подписаться на канал. Пока мы кушаем. И нас уже через 15 минут будет ждать. Мы еще маленько пройдемся. Надеюсь, что информация вам, каким образом, все равно полезная. Для представления о Красной Поляне. Если вы без подъемника, делать вам тут внизу вообще нечего. Ну, вот пока мы едим в Муравейнике, можете ознакомиться. Вот в этом кафе. Здесь много таких вдоль дороги. Ну, и, конечно же, здесь ходит общественный транспорт. Давайте посмотрим, какие автобусы, расписание. Стахинопауна. Стахинопауна называется горная карусель. Смотрите, из какого района вы едете. Какие номера автобуса. Обычный рейсовый идет порядка двух часов. Экспресс порядка часа. Это экспресс. Единственное, что я поняла, что весь народ почему-то тусуется на Красной Поляне. А на Розе Кутра вообще никого не было. А здесь прямо шлаг какой-то. Но мы с Палычем не катаемся. На лыжах ни на чем зимнем. Поэтому тяжело сказать. Катаемся на санках. По поводу горнолыжных трасс. Где, что, как, лучше. Это мы вам точно не подскажем. На санках приезжают те красавицы на столбы. И чудеснейшим образом мы прибыли на курорт Газпром. Где сбываются все мечты. Идем в центр Галактика. Там есть аквапарк. И что-то еще там много-много интересного. Но сейчас вы сами все увидите. Большой комплекс. И аквапарк, и ледовая арена. Вау-парк, кафе-рестораны. Гранд-отель. Ну, короче, тут много всего на самом деле. Еду спиртную с собой, соответственно, проносить нельзя. Часы работы вот с 9 до 24. Антисептик, пожалуйста. Все серьезно. Ну, вот так здесь красиво, планетарно. Ну, прикольно, кстати. Есть где пофотаться. Много полезной информации. Вот планета Марс, допустим, в радиусе имеет 3390 километров. Ну, если эта информация очень важная. В общем, мы сейчас собираемся нашей группой, двигаемся на 4 этаж. Там есть какая-то потрясающая панорамная площадка смотровая, с которой можно сфотографироваться. По пути, если что-то интересное будет, я вам буду показывать. А на первом этаже у нас в аквапарк. Да. Вот, кстати, по поводу билета. Ставки на паузу. Я тут тоже ничего не знаю. Так же, как и вы. У нас остались несколько человек. Специально брали трансфер, чтобы побыть здесь, в аквапарке. 500 рублей заплатили за экскурсию, за билет в аквапарк. Это выходит дешевле, чем на такси сюда ехать. Вот, кстати, схема, если кому интересно. Мы прибыли на 4 этаж. Красиво. Я думаю, получатся очень красивые фоточки. Фонтаны здесь. Здесь абсолютно бесплатно можно зайти, сфотографироваться. Выставка восковых фигур. Там есть под названием Дежавю. Экскурсовод сказала, стоит вход 1200. Но это вот для информации. Здесь у нас Гранд Отель Поляна. Гранд Отель Поляна. Перед вами, а также несостоявшаяся резиденция президента. Самое большое деревянное здание. Вот это? Зеленого цвета. Вот большое, самое большое деревянное здание. Вот она, несостоявшаяся резиденция президента. А вот это моя несостоявшаяся резиденция. А это наша несостоявшаяся резиденция. Не буду говорить по какой причине. Все и так знают. Ну, в общем, делать-то тут на крыше особо нечего. Так немножко пофотаться, насладиться видами. Ну, или красиво спрыгнуть. Ну, не получится, скорее всего. Давайте посмотрим. На несостоявшуюся резиденцию. Тут можно только на нашу несостоявшуюся резиденцию спрыгнуть. А вот на резиденцию Владимира Владимировича не допрыгнешь. Боюсь, что силенок не хватит. Ну, да. Спускаемся вниз к нашему автобусу. Через 10 минут мы должны быть уже на парковке. А мы на четвертом этаже галактики. Кстати, вход в лифт в таком тайском стиле интересном. Пойдем, Палыч, кататься на Газпромовском лифте. Так, а нам на какой этаж? Ну, нам вообще на первый этаж. Ага, хорошо. Тут панорамный лифт такой. Да, вот сейчас шарки. Вот, видишь? Ага, вот что. Да, я хотел сюда зайти. Давай зайдем. Не, ладно, уже. Это уже наши зрители из нас зайдут. И скажут, что там такое интересное. Так о чем люди ходят? Давай пройдемся. Это первый или нет? Первый. Мы сюда и приехали. Здесь, кстати, фотозонт. Выход? Выход вон там, я так думаю. Как заходили мы там во всяком случае. Там заходили, ага. Я вот там, вы часто говорили. Пойду, Палыч, и сходы в матрице. Не, люди в черном. Спустились на первый этаж. Туда, откуда приходили. А сейчас нам покажу расписание кинотеатра «Звездный». Интересно тут так все стилизовано под космос. Голограмма, да? Голографическая это или нет? Шар? Шар. Поем поближе. Поем поближе. Мы затронемся, да. Нет, ладно, через три минуты надо быть в автобусе. Все, мы опаздываем, бежим. Мы телепортировались на дегустацию вина и меда. Самое приятное в этой экскурсии дошло. Надюха сейчас. Надюха ждала. Надюха ждала. Вино, 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 вино. Сейчас надегустируюсь и потом нас ждет ужин. Ну ужин или обед не знаю. Время где-то около половины шестого. Надюха второй завтрак. На дегустации снимать не буду, потому что обычно это запрещено. Пожалуйста, дальше присаживайтесь на свободные места. Далее в пункте дегустации вот так может, и в соседний зал пройти. Я обязательно в кабинете. Надегустировалась, капец, узнала много интересной информации. Пока ждем свою заказанную пищу, можете ознакомиться с лимой портой. Ну и так себе ценят. Нормально. Вот эти кури по-эмерики. Ну давай, Палыч. Попробуй. Оно разрезано? Да. Не скажешь, где вкуснее. Ну. Где мы ели? Угу. Там здесь вот такое туманенькое. А здесь такое, как лаваш, да? А, здесь как лаваш. Да, они большие. Палыч торопится, капец. Голодные, кирсуются. Да, я не тороплюсь. Ну давай, сочный нет. Это будет второй сочный шашлык в Квадлере за все время. Да. Да, тебе понравится. Значит, не пересушенный. Значит, не пересушенный, тебе понравится. Ну ладно. Вот наш счет. Качапури 430, шашлык 340 грамм на 680 рублей. И чай на 200 рублей. Чайничек 600 миллилитров. Итого 1330. Чай краснополянский, травяной, очень вкусный. Шашлык, кстати, мне не понравился. Он будет сочный, но очень много шашлыка. Поелись, наелись. Наевшиеся. Поелись, наелись. В общем, в отношении еды у нас, Палыч, мнения здесь разошлись. Палычу не понравилось. Здесь хачапури по-амеретински мне понравилось. Мы где ели хачапури по-амеретински? В Прохинкали кафе. Да, вот там тесто тоненькое. Там очень вкусно. Оно прям вкусное. А вот здесь где завозят? А здесь тесто потолще такое. Ну как лепешки. Я не скажу, что оно не вкусное. Оно вроде бы как и вкусное, но... Если сравнивать, то... Тото вкуснее. Да, а на елке не понравился шашлык. Шашлык, потому что три куска, один из которых сплошная жила. Он вроде сочный, все. Но вот мне попалась жила, и, короче, я забраковала шашлык. Все, двигаемся в сторону Олимпийского парка смотреть фонтаны. И чудеснейшим образом мы телепортировались в Олимпийский парк. Сейчас будем смотреть фонтаны. Через несколько минут буквально начнется уже представление. Секунд. В 7 часов вечера зимой оно начинается. Летом в 8. Записывать я, скорее всего, уже сильно не буду, потому что будет играть музыка, и видео заблокируют в связи с этим. Заблокировать. Я, может... Вот, кстати, начинается. Если что, я уберу музыку. Наложу другую. Поэтому, может, не попадать. Зимная световодомузыкальная шоу фонтана «Чаша Олимпийского огня». Под управлением компания «Герон» перед вами выступят 246 водно-пневматических пушек, 12 веерных роботов, 734 цветных прожектора, система генерации тумана, здравозвезды, 6 гиперпушек. Тема сегодняшнего представления испанская и латиноамериканская музыка. В целях вашей безопасности убедительно просим не заходить за ограждение. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про нас. Все, что мы делаем, делаем только для вас. Это еще не конец! И чудеснейшим образом мы телепортировались в номер нашего отеля после Олимпийского парка. Ю-ю-ю! Бегом, бегом! С темпом 2 минут на километр. Кстати, перед тем, как завести в Олимпийский парк, нас провезли вокруг, по всем объектам, на автобусе. Мы все посмотрели. Нам экскурсовод все рассказала. Экскурси... Экскурсовод... Вера. Вера очень! Прям супер! Мне понравилось. Стихи нам читала? Да. Мне кажется, она учителька. Я постеснялась спросить. Прям чувствуется, что она учителька, и, скорее всего, русского литературы. Цитирует такие стихи. Прямо капец. Всегда с группой была. Всегда. Да, вообще. Очень понравилось. Насколько здесь всегда проблема с гидами. Ну, чаще всего мы попадали как-то... Ну, мы вот на Розу Хутор, когда ездили, тоже хорошая девочка была. Ну, она все равно с нами как-то не ходила, и обратно сильно не участвовала в жизни группы. А здесь прямо... Я уже не помню. Вроде нормальная была. Ну, короче, экскурсия нам очень понравилась в плане проведения. Все четко, все по времени, все идеально. Шофер Анатолий тоже идеально. Автобус вел, не как эти местные казаки-разбойники. Не агрессивничал. Да. Экскурсию эту я кому могу рекомендовать именно? Для тех людей, которые так же, как и я, не представляли, что такое горные курорты. Что просто, как обзорное по Сочи, так же обзорное по горным курортам. Чтобы иметь представление, что такое горный курорт Роза Хутор, горный курорт Красная Поляна и Газпром. Вот только для этого. И лучше взять хотя бы подъем на Красной Поляне. Вот это будет идеальный вариант. Ну, потому что мы спросили у девочек, они сказали, что... Им понравилось. Вот они по тысяче доплатили с человека. И был такой подъем. На Красной Поляне внизу делалось нечего. На 950 метров. Да, там фоточки красивые, все им понравилось. Поэтому вот в таком плане, вот такую экскурсию можем советовать. И вы уже будете иметь представление о всех трех курортах. Хотя бы визуально, на каком расстоянии находится, что там находится. Все равно это все видно. Самый дорогой курорт, это, естественно, Роза Хутор. Самый раскрученный. И там самые сложные трассы считаются. Мы уже пообщались с людьми, уже немножечко владеем информацией. Для профиков. Да. Второй курорт, менее сложный, более бюджетный. Это Красная Поляна. И, как нам сказали, курорт для самых чайников. Для начинающих. Это Газпром. Это Газпром. Это Газпром. На Газпроме там, по-моему, отелей нет. Там только трассы, подъемники. Не состоявшиеся резиденты ВВ Путина. Да. Там есть пятизвездочные отели, в которых... Почему не состоявшиеся, я не понял, кстати. Ну, вроде как... Служба безопасности сказала, нет, по службе безопасности... А что здесь небезопасно ему находиться. Поэтому... Ну, им видней. Под отели отдали. Ну, наверное, с разных сторон можно подкрасться, обстреливаясь. Я говорю, как бывший телохранитель. Да. А вообще можно лимонку кинуть и все. Не, не, не. С разных сторон простреливается. Как бы... Видна резиденция, как на ладони. И нас так учить. И снайпер может подкрасться с четырех сторон. А она так стоит, что и действительно с четырех сторон можно где-нибудь засесть. А для тех, кто не знает... Если будет какое-то покушение. Павлович у нас не только физрук, он еще и бывший телохранитель, бывший охранник, бывший повар и бывший электромонтажник. И везде у него есть дипломы, кстати. И везде он учился. И бывший распи***ть. Да, теперь он учителька. Ну, вот к учителю у него, видимо, больше душа лежит. К учительской деятельности. Ну, это небольшое такое отступление. Если вам понравилось это видео. Если вы какую-то полезную информацию для себя извлекли. Если что-то хотите спросить. Обязательно оставляйте комментарии под этим видео. Пишите. Мы на все ответим. Все разъясним. Ну... Что сами знаем. Самое лучшее, съездите сами. По нашим следам, как говорится. И вам будет уже легче. Потому что, в принципе, это все делается для вас. Да. На этом мы прощаемся с вами. Мы вас любим. Всем пока-пока. И не забудьте подписаться на Калан. На Калан. На Калане подпишитесь на нас. На Калане было бы неплохо. На Калан. Надеюсь. Где ты, Калан? Что когда-нибудь и на Калане мы сможем... Запишем для вас чудес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы вас любим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok